Первый бой сложился нормально. Единственное, что мне, конечно, не понравилось, что они подняли мне руку. В принципе, у нас был равный поединок. Единственное, я подзадышал, наверное, в конце. Я думаю, это и повлияло на исход поединка. Ход боя развивался по моему сценарию. Я соперника прочитал уже в первом раунде. Второй, третий раунд я уже тупо играл его джойстиком. Потому что сейчас я себя чувствую в своей тарелке уже полностью. Я способен показать яркий бой абсолютно с любым и нокаутировать абсолютно любого сопера. У меня рекорд 8-2. Из них 7 побед у меня нокаута в первом раунде. Это будет очень жесткий и яркий поединок. Если я догоню его, то ему будет больно. Друзья, профессиональный боксер, который выходил на ринг против маститых соперников. Его тошнит от трэш-тока, но в руб, как на голых кулаках, он получает истинное удовольствие. Артуш Саркисян. Звезда русской кулачки, природный нокаутер и один из самых мощных панчеров нашей страны. Его путь к титулу чемпиона RCC Hard начался в апреле. И сегодня ему предстоит сделать следующий шаг. Встречайте, Арсен Снежный, человек Самогонян. А вот и самый титулованный, мне кажется, спортсмен у нас в сегодняшнем карте. Артуш Саркисян, боксер с очень-очень большим послужным списком. Посмотрим, как он проявит себя сегодня. Пока два боя в кулаках, одна победа, одно поражение. Ну и его соперник Арсен Сагомонян, который сразу нас предупредил, что 8 побед, 7 из них нокаутами в первых раундах. Поэтому, я думаю, Саркисян будет максимально внимательно в первые две минуты. И Арсен Сагомонян сразу пытается так немножко подзабрать инициативу. Снежный человек, кстати, есть у него такое прозвище. Базовый боксер. И очень хорошо начал Сагомонян с корпуса обрабатывать соперника. Я вообще считаю, что особенно в тяжелом, супертяжелом весе недооценены удары в корпус. Насколько сильно они влияют на выносливость и скорость твоего соперника. Ну, коллега, что говорит? Помним тот поединок Валерия Мясникова, который продался там считанные секунды против Долуга Странского. Срубил он там ударом в корпус. Но, правда, это не супертяжие, ребята в среднем весе дрались, но тем не менее. В принципе, в кулачках считаю удары по корпусу недооцененными. И в этом плане со мной согласен. Ну, коллега, я думаю, да, многие еще опасаются за попадание в локоть. Ну, да, это трансмирует, трансмирует. Ну, что, Сагомонян пока поджимает. Прекрасно понимает, что здесь вряд ли сможет перебоксировать Саркисяна. Настраивается на вот этот свой нокаутирующий удар. Ну, коллега, тут то о том, что как бы больше опыта все-таки у Сагомоняна именно в кулачке здесь. 10 боев противника? Да. У нас, в принципе, откровенно скажем, в современной России мало тех, у кого 10 и больше боев по кулакам. Да. А нам статистику показать. И там серьезная травма верни губы. Да. В рассечении, а вот такой травмой уже и нельзя будет продолжать совсем. Ой-ой-ой. Шесть. Семь. А пока уже солият обескураженный. Абсолютно. Как зовут? Мне кажется, удивлен. Работай! И продолжает поединок. А там все секунды остается. Сагомонян пошел ронять. Сагомонян пошел ронять. Он попадает еще раз. Но пока стоит Артуш не уверен. Ура! 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 Ну что, пока самый интригующий бой вечера. Два нокдауна в первом раунде и в разные стороны. Причем, да, считанные 20 секунд до конца первого раунда произошли эти два нокдауна. Как кто восстановился из бойцов. Высоко держит руку Сагаманян. Интересно, что тут рукою Саркисяна целая ли, но это ладно, пока некогда достой. Сагаманян джек съел, пошел вперед. А тут же так перебоксировать передней рукой. Смотри, снова тот же самый левый боковой, но в этот раз Саркисян был готов, прикрылся рукой. Высоко держит он правую руку так. Ну еще бы. Так, походим, тут кстати место Саркисяна. Попадает. Клинч, из клинча тут же два удара пробивает Арсен. Хорошо Сагаманян вышел из клинча. Ну и будет, да, теперь? Ох, аперход просунул, аперход хорошо просунул. Там Саркисян попытался пойти вперед, но нет. Какой интригующий поединок. Так, кто попадет? Следующий мощь, Мощь нас Агаманян прогревает. Саркисян тут же вяжет. Ну нет, слушай, там как будто неспознает, да, такая осечка? Просто повреждение. Ну так открылось, но не настолько опасно. Будем надеяться. Так назад, оба. Не зевать, не зевать. Ну что, кто первым попадет, Сагаманян ищет момент свой, пытается подобрать ключи. Саркисян, она вот нам показывает статистику, кстати, достаточно близкая статистика. Ну смотри, кстати, во втором раунде на скачке, да, не бьет вот эти удары, не бьет тот удар, которым отправил соперник в мокдаун Сагаманян. Не рискует Сагаманян, понимает, что может быть провален где-то и может быть пропустить на контратаке. Качай, 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 считанные секунды до конца второго отрезка. Постопойнее, да, второй раунд пока? Ну, думаю, каждый взял так в уме себе, так прийти в себя. Ну да, панчи тяжелые, надо аккуратнее. Ну и хороший бокс, сказали, во втором раунде. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, посмотрим сейчас, насколько помогла эта пантомима от Гаджи Автомата. Смотрим третий раунд, пока что самый, наверное, конкурентный бой за сегодня. Артуш Саркистян, Арсен Сагаманян. Оба в концовке первого раунда успели побывать в достаточно жестких нокдаунах. Оба хорошо отработали второй раунд, показали, что пришли в себя, остаются здесь в бою. Сагаманян начинает качать маяки. На челноке, да, так входит Сагаманян? А Артуш Саркистяну подсказывали, не иди назад вообще, ты все удары пропускаешь, когда пятишься от него. Ну да. Посмотрим, как Сагаманян вторым номером работает. А Сагаманян тоже идет вперед пока, да. Вот сейчас он не планирует здесь Арсен так пятиться назад. Он всегда тоже выступает. Здесь, кстати, чаще клинча у нас появляется. О, опасно клещет Сагаманян, но мимо. А вот тут, мне кажется, оба донес. Старт, старт, старт. Стоп, отнеси его. А Рюфери попросил, да, отпустить. Там потеря капы, по-моему, была. Где чья? Вот возвращают там секунданты. Главые уже успели поблагодарить, отлично. Небольшая пауза, тяжеловесом только на пользу. Нынче минуты. Артуш Саркистян в белом против Арсена Сагаманяна. Ну, Арсен два боковых попадает, но в блок не показал. Слушай, есть у меня ощущение, что вот он наклоняется вперед, я про Сагаманяна, когда бьет. А ноги не доходят, да, и как будто теряется. Сагаманяна, он сейчас цепанул опять, выдержал этот удар Аркистян. Аркистян все увидел, все почувствовал. Через клинч работают. 20 секунд. Нокдауны в первом раунде у нас, скажем так, друг друга отменили с точки зрения очков. Попадает навстречу, сейчас попал. Ну, слушайте, в этом бою, в этом бою до последней секунды зевать нельзя. Ни в коем случае. Понимает это, понимает это Аркистян, старается ему так подработать этот момент. Еще справа попадает и все. Студейское решение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я его объявлю, давайте еще раз поаплодируем пацанам, потому что после фееричного первого раунда и двух нокдаунов обоюдных, ну, почти обоюдных, тащить до самого конца этот бой было очень сложно. Единогласным решением судей победу одержал... Артуш! Артуш! Саркистян! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА